В советские годы, годах, так в 50-х, еще не было изобретено автомобиля, который мог бы быстро передвигаться по бездорожью, да еще и на дальние расстояния. Поэтому великим умам конструкторов завода ЗИЛ пришло время разработать такую технику, а в 1960 году они представили новинку под названием ЗИЛ-132. Это был трехосный грузовик, оси были удалены друг от друга на равное расстояние с кабиной, взятой от ЗИЛ-131. У грузовиков не было подвески, а колеса крепились прямо к раме, и чтобы отсутствие подвески не влияло на плавность и мягкость при езде на ЗИЛ-132 установили большие колеса. Высокая проходимость ЗИЛ-132 достигалась за счет трех осей, которые распределяли нагрузку на колеса равномерно. Поворачивал грузовик с помощью передних и задних колес, коробка передач механическая, пятиступенчатая, а двигатель взят у ЗИЛ-375. Его мощность была 180 лошадиных сил. Разгонялся ЗИЛ-132 до 70 км в час. Расход горючего при этом был 55 литров на 100 километров. Весил грузовик 6,5 тонн, но при таком весе он мог двигаться по снегу высотой 1 метр и преодолевать ров высотой целых 2 метра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова